Запад, который сегодня продрал глаза через 15 лет после Мюнхенской речи и 14 лет после первой аннексии, 14 лет в эти дни исполняется первая путинская аннексия, вот только что вчера исполнилось 14 лет осетинской аннексии. Сарказий приезжал, все дружили, Северный поток, в засос целовались, дружили, обнимались. Уже после политических убийств здесь, уже после Литвиненко, после Немцова, после, я уже не говорю, а там уголового о том, политических заключенных, там несколько сотен человек, подавление Болотной, как ни в чем, Запад как ни в чем не бывал, а продолжал торговать, любить, обниматься, договариваться с Путином. Сегодня выясняется, что мы, которые сидели в автозаках, выходили на мир, которым ломали руки-ноги, которых маргинализировали, да, и которых убивали, у меня, простите, десяток погибших, убитых при Путине, друзей. Начну загибать пальцы, да, с Щекочихина начиная, Истемирова, Политковская, Маркелов, Юшенков, Мохнаткин, да, вот так, подряд. Это только убитые. Это я, наверное, наверняка не всех, не всех, еще надо вспоминать. И сотни людей, сидевших, моих друзей, в автозаках, и десятки, многие десятки, сидевшие в лагерях, в тюрьмах, десятки. Так вот, мы все виноваты, а они, которые вскормили из этой моли этого дракона, они, которые, оказалось, что можно купить за кубометр газа немецкого канцлера бывшего, а за другой кубометр австрийского министра, а за остальные кубометры можно скупить половину европейской элиты. Они коллективную ответственность не хотят? Никакой коллективной ответственности, все нормально. Вот удивительную вещь заметил. Фамилию Шендерович очень часто мои телевизионные собеседники упоминают без всякой подачи с моей стороны. Может, и я с Виктором Шендеровичем не знаком, хотя с его женой в МК лет 30-35 назад вместе работал. Помню, как очень порядочного и замечательного, честного человека. Но песня совсем не о ней. Так вот, Шендеровича упоминают, повторюсь, очень часто, без всякой, еще раз повторю, моей подачи. Мне кажется, что рано или поздно Шендерович просто станет именем нарицательным. Вот обозначать, типа, эти Шендеровичи. Я здесь не разжигаю и совершенно не про национальность. Ну, считаю, нужно акцентировать. Ваш ВКонтакте аккаунт. У меня есть ВКонтакте, да, аккаунт. Я там с галочкой, у меня тоже очень много клонов. К сожалению, с детьми еще сложнее бороться. Ну, потому что ты сегодня убираешь их аккаунт, а завтра они снова его регистрируют. Ну, это все фанатские, да, такие? Ну, какие-то, ну, наверное, это все-таки больше дети, и мне с ними как-то и бороться не хочется особо. Потому что, ну, они, может быть, хотят как-то равняться, быть похожими на меня. То есть это немножко такая история не для зарабатывания денег, хотя были неприятные ситуации, которая была Шендеровичем, который взял, зашел на какой-то фейковый аккаунт. Хотя мне кажется, что он об этом знал, и там девочка написала, что она где-то учится в Пенсильвании. Правда, это было все под закон Димы Яковлева, то есть это была такая вот, чтобы всех как бы написать плохое обо всех. А девочка написала, что она учится в Пенсильвании. И он реально официально написал в газете, на Эхо Москвы там рассказал, потом где-то еще, что это я, что у меня там любимое слово как раз вот пипец, что я люблю розовый цвет, какие-то мои цитаты, что я училась в Пенсильвании. Вообще никогда там жизни не была, даже проездом, даже туристическими какими-то путевками там не было. Ну то есть и все остальное было вранье. А он реально, то ли реально в это поверил, то ли сделал вид, что в это поверил, чтобы на меня, про меня написать грязь. То есть человек даже не удостоился посмотреть вообще это, не фейковый ли аккаунт. Но опять же с этим сталкиваются многие звезды. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сразу вспомнил в фейсбук дискуссию, полемику. Я свою со своим коллегой, который работает в нашем холдинге, вокруг одного из трудов товарища Прилепина. И мне было сказано вообще, как можно слушать Прилепина, он же записной антисемит. И я так думаю, я попросил привести какие-то примеры, ну потому что я был задачен, всего-то могу не знать. Было сказано, что это вот очевидно по определению. Поэтому я к первоисточнику обращаюсь непосредственно к Прилепину. В чем антисемитизм проявлялся? Ксенофобию можно пришить, как мы знаем, всякому русскому писателю, да, без проблем. Я не буду здесь разветвленные цитаты делать по этому поводу, но это очевидно. Но вообще, ну это настолько не по моей части, что мне даже смешно это слышать. Я тем более знаю, кто этот человек, да, я догадываюсь об этом. И он пресс-секретарь очень известного российского исполнителя, да? Ну, да. И этот исполнитель пишет мне письма о том, как ему нравится роман «Обитель». Серьезно, да? Да, конечно. Андрей пишет мне на эту тему разветвленные, очень комплиментарные письма. Я ему отвечаю. У нас в этом смысле нормальные общие эстетические установки. Видимо, ему ничего не мешает это делать. Мне кажется, Макаревич абсолютно искренен в своих... Конечно. Не буду говорить слово «заблуждение», потому что я сразу тогда обозначаю позицию. Мне бы интересно было ваш диалог когда-нибудь услышать, лучше в прямом... Да мы встречались, на самом деле. Да, но это мы встречались. Мы не увидели свет. В эфире «Коммерсанты» мы встречались, и уже после всех этих событий вполне нормально общались и все обсудили. Я понимаю, что у него другой символ веры. Я ничего с этим поделать, собственно, не могу. Вот именно ключевое слово «вера». Что здесь вот это... Бесполезно спорить, потому что никакие аргументы не работают там, где есть гера. Ну, аргументы только такого долга, потому что, о чем я буду спорить, если вот он такой-то. Ну, это смешно. Ну, как бы, тем более в России это смешно. Я просто выступаю за общие правила. Если Виктор Шендерович говорит, что мне стыдно быть русским, я имею право сказать о какой-то евреи, когда ты поддержишь людей, которые ходят со свастиками. Да, вот это меня поражает, кстати. В его случае это не русофобия, тогда и в моем случае это тоже не ксенофобия. Это просто мы играем по общим правилам. Если вам не нравятся общие правила, тогда не надо этого говорить. Вот и все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует... Продолжение следует...